Бакс, Боксер, Док Все-таки в России сделано все для того, чтобы конкуренции со средствами массовой информации, с пропагандистскими средствами не было. В Соединенных Штатах это невозможно. Есть. Ну, действительно, похоже, что Трамп выиграл благодаря тому, что во многих штатах граждане больше ориентируются на местную прессу, чем на федеральную. Вот. И она является для них источником информации, а не, там, CNN, New York Times, Financial Times, Washington Post, другие масштабы, другие цели. В общем, если честно говорить, понимаете, пропаганда в Соединенных Штатах, она не... Ну, там вот этот элемент социалистический появился, но он не доминирующий, конечно, к счастью. А в России, ну, там, была такая модель, в свое время мы ей занимались, математики, группа. Это была модель, которая должна была показать степень зависимости, управляемости, так сказать, от курса страны, от установок управляющего органа. И в Советском Союзе, и в России, ну, в Советском Союзе, это для Совка считалось, это было, ну, почти, вот, стопроцентная отработка. Поворот на 15 градусов, значит, на 15 градусов меняется позиция, там, средств массовой информации, государственного аппарата. В Соединенных Штатах это не так. Не стопроцентная отработка, так сказать, вот этого управляющего сигнала. Иногда, ну, поворот происходит просто в противоположную сторону. Ну, более профессиональные, более свободные избиратели, на которых пропаганда действует таким двояким образом. Кого-то убеждает, а кого-то ориентирует действовать, скажем, в противоположном способе. Так что, ну, конечно, я сравниваю. Действительно, я долго изучал это в России, как это путинская пропаганда работает. И приехал сюда, и увидел элементики, так сказать, этой пропагандистской кампании. Я их сравниваю, но это не одно и то же. Отделать, конечно.